Минуло 28 лет со дня ещё одной трагичной даты в истории юго-осетинского народа – Зарской трагедии. Ежегодно в день памяти этого зверского события, 20 мая, траурные акции проходят возле обелиска «Скорбящая мать». Глава государства с представителями общественности и интеллигенции возлагают святые венки к памятнику в память о невинно убиенных жертвах. В республике сохраняется режим карантина, но каждый житель считает своим долгом отдать дам памяти погибшим на Зарской дороге. В этом году сложилась такая обстановка, что мы бы хотели не подвергать вас риску. И учитывая постановление правительства о запрете массовых мероприятий, мы считаем, что не помянуть людей, не подняться к памятнику мы не имеем права. Поэтому, конечно же, члены правительства, глава государства, они поднимутся туда и за всех, кто живет в Южной Осетии, за тех, кто помнит, они там помянут всех. Очень бы просили воздержаться, поберечь себя, и там мы уже попробуем за вас, за тех, кто не смог подняться, за тех, кто помнит, мы попробуем зажечь свечи. Старшее поколение помнит тот ужас, охвативший всю Осетию, когда произошло жестокое действие. И для нашей маленькой республики это была общая боль. Мирные жители, старики, женщины, дети, спасаясь от очередных массированных обстрелов с грузинской стороны, торопились выехать на север Осетии. Но внезапно дорога жизни обернулась дорогой смерти. В 2007 году на месте трагических событий в селе Зар на память будущих лет был воздвигнут мемориальный комплекс «Скорбящая мать». Сегодня подрастающему поколению, молодежи, надо рассказывать о кровавых страницах истории осетинского народа. Рассказывать о том, через что пришлось пройти, чтобы жить и расти под мирным небом. В эфире нашего телеканала также смотрите документальные фильмы, передачи воспоминания людей, потерявших родных в тот злополучный день. А завтра, после информационной программы «Обон», в эфир выйдет специальный репортаж Оксаны Джоевой, Майлаты Фендок. Сегодня.